Новый дом стал яблоком раздора между жителями улицы Техническая и застройщиком. Дело в том, что при планировке нового микрорайона в проекте обозначили место, где будет возведен детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс. Но прошло несколько лет и застройщик Волгожилстрой решил использовать участок иначе. Ситуация разбиралась Елена Петрова. Скандал на Технической разгорелся из-за вот этой стройки. Жители долго пытались выяснить, что здесь будут возводить. Им обещали, что на этом месте появится физкультурно-оздоровительный комплекс и детский сад. Но оказалось, что у застройщика другие планы. И сейчас здесь занимаются строительством очередного жилого дома. Стройка стартовала в начале лета. Тогда люди еще порадовались. Думали, что скоро отправят детей в новый детский сад. Но когда узнали, что именно здесь строят, ужаснулись. Многоквартирный дом ставит крест на их надеждах. Наталья, когда покупала квартиру, рассчитывала на то, что в микрорайоне будет вся необходимая инфраструктура. По проекту застройщик отвел свободный участок под детский сад и фок. Здесь у всех маленькие дети. Садика здесь вообще в округе нет. Мы в садик детей отправляем. Ну, это примерно минут 15-20 до садика. Нужно ребенка везти. Самый ближайший садик здесь на расстоянии километра. И он переполнен. Там огромное количество детей, потому что в этом микрорайоне нет детского сада. Нет спортивного комплекса. Здесь ничего нет, кроме домов. Нашей съемочной группе удалось получить телефонный комментарий от руководства «Волгожилстроя». По словам директора, на этом участке построят жилой дом. Но оставят место и для фока, и для детского сада. Детский сад, для него выделено место, и мы его не занимаем. Строить мы его не будем, потому что это учреждение, которое должно быть финансировано из бюджета. Что касается фока, то он будет и на своем месте, а рядом с фоком будет дом. Там проект генплана менялся несколько раз. Правда, обещание застройщика оставить место сразу под два масштабных объекта больше похоже на шутку. Для одного только физкультурно-оздоровительного комплекса нужно не меньше 5000 квадратных метров земли. Как на сравнительно небольшом участке смогут уместить и жилой дом, и детский сад и фок остается загадкой. На обращение жителей отреагировали в прокуратуре. Проверка доказала, изначальный проект планировки был другим. Застройщик начал возводить дом на свой страх и риск. В рамках проверки было установлено, что проектом планировки территории микро-район К-16 на земельном участке было предусмотрено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Вместе с тем, без внесения изменений в данный проект, застройщикам начато строительство на основании полученных разрешительных документов многоквартирного жилого дома. Прокуратура внесла застройщику представление и обещает следить за тем, чтобы землю под объекты инфраструктуры все-таки оставили. Но строительство нового дома при этом будет продолжено. Правда, жители рассчитывали на другое. Люди надеялись, что стройку, по факту незаконную, остановят, а участок отдадут под первоначальные цели. Елена Петрова, Тимофей Печерский, РЕН-ТВ, Саратов.